девчонки хотела записать видео на тему спорта предысторию да значит хотела рассказать какими приложениями я пользуюсь когда я занимаюсь и вообще что для этого надо да первое конечно надо мотивация нужна мотивация для чего тебе это надо вообще надо тебе это потому что например я знаю некоторых людей которые без спорта спокойно себя ощущают и им это не нравится и я не знаю может это лень конечно может еще что-то вот например для меня спорт это наоборот движение я себя чувствую активной я чувствую себя очень на поднятых эмоциях то есть я у меня даже какие-то мысли приходят во время спорта да там какие-то новые то есть у меня версия весь организм он работает он в движении он в активности да вот поэтому что это для вас это вам конечно решать вот и естественно в декрете это неплохая отдушина это время для себя проведенное поэтому это мне близко на самом деле вот эта тема спорта вот а так на самом деле раньше еще до беременности начиная с подросткового возраста я все время чем-то занималась это были танцы это были господи вообще различные танцы и тренажерки и прыжки на батуте и групповые всякие занятия то есть постоянно я двигалась постоянно мне это нравилось очень нравилось вот на данный момент я занимаюсь в спортзале и я занимаюсь дома то есть когда мне как удобно да то есть бывает день в зале день дома бывает день в зале два дня отдыха то есть по-разному как у себя как у меня настроение то есть себя заставлять я тоже особо не хочу какими приложениями я пользуюсь на данный момент я пользуюсь приложением для питания fat secret я вам советую это приложение которое считает калории то есть вы можете первое время там например неделю-две позаписывать что вы кушаете вам покажет приложение что вы недоедаете может быть вы что-то переедаете и примерно сколько вы калорий употребляете в день то есть много или мало например да то есть не хватило там недели две чтобы посмотреть ем я много немного да и как бы на этом все дальше придерживаться да то есть чтобы у вас жиры и белки и углеводы были в норме да придерживаться идеального значения вот то есть на самом деле много приложений для питания можете выбрать любое которое вам нравится да ну естественно конечно брать мучное сладкое фастфуды да чипсы и все подобное пить побольше воды отдыхать спать и все таком духе да по поводу приложения для спорта я использую фитнес онлайн я несколько приложений скачала посмотрела порыскала во многих приложениях там отдельные упражнения а именно фитнес онлайне там именно прямо занятиями цельными занятиями там есть и кроссфит там есть и рельефное тело там есть и восстановление после беременности программы именно да то есть выбираешь каждую еще в каждой есть например категории да кто-то начинающий продвинутый там или супер-пупер там до какой спортсмен ты выбираешь вот и тебе прям там 30 тренировок конкретных то есть прям занять упражнения друг за дружкой сколько тебе разделать то есть приложение шикарное сделано сделано шикарно очень удобно то есть я каждую каждую тренировку прихожу я нажимаю начать тренировку и мне все по очереди сколько отдыхать все он считает все он пикает когда отдых закончен то есть приложение сделано классно я пока пользуюсь начальным этапом кроссфита да именно сжиганию жиров всего от этого лишнего а потом буду именно заниматься подкачкой чего мне надо вот приложение платное то есть первую тренировку тебе дадут конечно пройти а последующие тебе надо будет оплатить но оно не такое дорогое там в пределах по моему 300 рублей поэтому приложение суперское вот но вы конечно можете выбрать любое поискать посмотреть что вам будет ближе на самом деле это приложение фитнес онлайн оно очень классное в плане там есть и много пунктов и лента и свою страничку можно сделать и можно с кем-нибудь там и переписываться и фотографии свои выкладывать там даже можно свои параметры выкладывать фотографии да он будет смотреть сколько ты там теряешь там как бы в талии там бедрах и т.д. и т.п. и фарма фармакология там есть можно посмотреть лекарства да и и про питание можно посмотреть то есть очень очень такое неплохое приложение приложение вот поэтому посмотрите очень советую я сейчас ставлю как она выглядит это приложение вот по поводу тренировок в зале я скажу еще вот такую интересную вещь что я занималась и на групповых занятиях я занималась и с тренером я и занималась сама в итоге как получилось групповые занятия это было просто какое-то поддержание то есть я просто поддерживала примерно то что у меня есть то есть я и не толстела и не худела да вот что было с тренером мы очень упорно качали ноги если вы не заметили может быть действительно как бы ноги у меня лучше стали после беременности да очень потянули спортивные стали вот но в плане таком психологическом я могу сказать что получилось так ну как на мне это работает вот эти вот индивидуальные занятия да то есть ты приходишь и ты как бы из-за того что ты платишь тренеру немалые деньги да то есть ты приходишь и ты расслабляешься действительно то есть ты вот но у тебя на подсознанке то есть ты ему заплатила эти деньги ты работай как бы да и сама расслабляешься вот то есть как это работало на мне да то есть я лишний раз там могу с ней бла-бла-бла там да там и поговорить могу лишний раз там и сама как бы на расслабухи на такой да как работаю теперь занятия мои как я занимаюсь одна да то есть я конкретно сама то есть я взялась конкретно да я рассчитываю только на себя я подготовилась нашла себе все приложения я вышла выбрала время я вышла с дома я собралась да то есть я дошла сама до туда я знаю что все зависит от меня и поэтому я эту тренировку я пахаю то есть тут уже видите как бы себя ты требуешь да потому что ну ты же встала с дивана но ты дошла же до тренировки то есть девчонки вот так это работает а на самом деле самая главная мотивация конечно и именно очень хотеть то есть если ты не не хочешь что ничего не получится надо именно захотеть найти в этом кайф найти в этом какую-то отдушину да то есть вот ну пока не захочешь ничего не получится да естественно несколько критерий хочу рассказать для занятий спорта это естественно тебе нужно выбрать зал который будет недалеко от тебя который будет все устраивать обстановка то есть зале тоже это немаловажно да то есть ты как бы приходишь в зал и ты заряжена тебе это нравится да как бы общая атмосфера я беру например наушники слушаю музыку да мне это как бы еще больше заряжает вот естественно форму надо себе выбрать удобную кроссовки да там майку леггинсы это понятно да все время которое ты будешь ходить питание и приложение да вот которая говорила упражнения и питание вы должны вести до 100 процентов и посоветую на самом деле девчонкам на первое время именно заняться кроссфитом это такая вещь когда вы просто посредством кардио да то есть беговая дорожка это вела эллипс это какие-то прыжки то есть вы вот этими движениями упражнениями вы просто сжигаете все лишнее вот конечно все таки девчонкам я советую на первое время заняться именно этим и питанием конечно естественно вот так что вы такие мои советики девчонки так что оставайтесь со мной пишите у кого какие у кого какой опыт по поводу спорта кому что больше подходит тоже интересно может кому-то наоборот только железо больше подходит да вот так что всем пока пока сейчас ставлю свою недавнюю тренировочку которую я не выпустила вот смотрите там и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...